Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и мы с Алексеем только что сняли пару роликов про такую задачу турнира юных физиков этого года, который называется кольцо на стержне, где у нас резиновый бублик закрученный вокруг стержня спускается по нему вниз. И пока мы размышляли над этой задачей, я вдруг понял, что некоторые соображения из этого ролика хорошо применимы и для объяснения такого явления, как прицессия гироскопа. Ну давайте мы на это явление посмотрим. Я бублик использую в еще одной функции для раскрутки вот этого маховика. Ставлю маховик, придерживаю сверху трубочкой и раскручиваю его с помощью дрели и мы видим теперь, что маховик быстро вращается и при этом его ось совершает относительно медленные движения по конусу. Эти движения и называются прецессией. И сейчас мы объясним явление прецессии, перейдя в систему отсчета, которая вращается вместе с осью волчка, прецессирует вместе с ним. Но это означает, что в этой системе мы видим сам волчок неподвижным, хотя и вращающимся достаточно быстро, но его ось сохраняет свое положение. Ну и какие же силы действуют на волчок в этой системе отсчета? Ну прежде всего это сила тяжести, которая приложена к его центру масс и она очевидно уравновешивается реакцией опоры. Так, дальше. Система отсчета вращающаяся. Значит, в ней имеется центробежная сила, ну и она направлена от оси, в которой происходит вращение. Вот я ее сюда прикладываю. Так, эта сила по смыслу тоже должна уравновешиваться реакцией опоры. И вот что неожиданно. Кажется, что он давит туда и реакция опора направлена в эту сторону. Но нет, она должна уравновешивать центробежную силу. Она направлена сюда и это происходит, потому что ось волчка немножко забралась на вмятину и теперь вмятина давит туда. А теперь смотрите, желтые две стрелки пытаются завалить диск в эту сторону, создают момент. И две зеленые стрелки тоже создают заваливающий момент. Почему же у нас наш волчок не заваливается? И это есть главный вопрос. И чтобы на него ответить, надо вспомнить, что корпус волчка в этой системе отсчета сам не покоится, но быстро вращается. И надвижущиеся тела в неинерциальных системах отсчета действуют силы кориолиса. Ну и вот те силы, они перпендикулярны оси вращения, и они перпендикулярны скоростям этих частиц этого диска. Ну те, которые из них значит, действуют вот в эти точки, они уравновешивают друг друга. Помнить надо, что эти две точки находятся на одном уровне. Я его просто нарисовал так подзакошено. А вот то, что приходится на эти части, ну по смыслу, вот эта сила должна быть направлена в этом направлении, а здесь в противоположном направлении так, чтобы эти две силы создавали момент, вращающий всю эту нашу систему в противоположном направлении по сравнению с моментом желтых сил и зеленых. И вот таким образом устанавливается полное равновесие. И в этом месте я хочу задать вам заключительный вопрос. Он будет таким. Я не нарисовал на своем рисунке, в какую сторону прецессирует ось. В этом направлении или в этом. Но, исходя из расположения сил кориолиса, которые должны быть направлены именно так, а не наоборот, чтобы не заваливать, а уравновешивать, и из того, как я нарисовал здесь стрелочки вращения, вы сообразите и поймете, в какую сторону происходит прецессия. Попробуйте это сделать. И ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok